Дарья Сударева Для школьников города ввели бесплатный проезд в электротранспорте. Качественнее и быстрее в сосудистом центре Ульяновской области заработали новые аппараты УЗИ. На первом заседании правительства в 2020 году Сергей Морозов назвал конкретные шаги по ротации кадров. По его словам, в ближайшее время сократится пост заместителя губернатора. Перестанут существовать Министерства промышленности, спорта, экономики, семьи, развитие малого и среднего предпринимательства и ряд других аппаратов администрации Ульяновской области. Кардинальная реформа управления регионом должна повысить эффективность реализации нацпроектов и приблизить чиновников к народу. О том, что обсуждали на заседании правительства, расскажем в следующих выпусках. В Ульяновске в ближайшие пять лет появится современный речной вокзал и благоустроенная набережная реки Волга. Об этом Сергей Морозов заявил во время совещания с представителями бизнеса. Планы грандиозные, а главная цель – привлечь в город как можно больше туристов. Наталья Чумаченко разбиралась подробнее. Сергей Морозов поддержал общественность с инициативой создания нового речного вокзала и благоустроенной набережной Волги. Тематическое совещание провели в правительстве. Занимаясь вопросами более комфортного благоустройства в городе, мы начали обсуждать возможность строительства нового речного вокзала. Тем более это будет хорошо вкупе смотреться с тем, что мы сейчас с вами делаем с Мемцентром. По словам организаторов встречи, место для создания нового комплекса выбрано не случайно. Планируется, что проект разместится на участке между Императорским и Президентским мостами. Глубина Волги в этом месте позволит подавать к причалу суда с разным водоизмещением, а это значит, что город сможет посетить больше туристов. По затратам на строительство потребуются немалые суммы – несколько миллиардов рублей. Мы сейчас будем готовить, скажем так, агрегировать те предложения, архитектурные решения, проектные решения, которые в разное время готовились разными коллегами. И исходя из этого будем формировать новую концепцию, которая позволит нам включиться в различные государственные программы и позволить привлечь в финансирование, в том числе и государственные ресурсы. Перед началом строительства пройдет большой подготовительный этап. Будут проведены противооползневые работы. Затем подрядчики подготовят смету оставшихся работ с указанием конкретных сроков. Ориентировочно на стройку и благоустройство специалистам потребуется пять лет. Сейчас только подготовка, обсчет стоимости, обсчет ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ, проектных работ, возможности размещения в конкретной точке, варианты того, где можно еще разместить, какая оптимальная точка. Вот такая работа ведется в настоящий момент. Сергей Морозов поручил создать профильную рабочую группу, которую возглавит лично. Первое заседание специалистов, ответственных чиновников и общественности по созданию нового речного вокзала в Ульяновске и набережной реки Волга пройдет в конце января. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправ.ДТВ. Школьники Ульяновска теперь могут передвигаться на трамваях и троллейбусах города совершенно бесплатно. Для этого достаточно взять справку из школы. Подобный проект уже успешно реализуется в Димитровграде. С начала третьей четверти учебного года он стартует и в Ульяновске. В мэрии города пояснили, кондукторы могут потребовать от ребят справки с места учебы. Их должны беспрепятственно и оперативно выдать всем ученикам в их школах. 1 сентября на 13 января. Жители микрорайона Репина-Искра дождались открытия 101-го лицея. Сегодня начались первые уроки. Перед этим прошла церемония посвящения в лицеисты. Что думают родители и их дети о новой школе, расскажет Виктория Черкова. Губернаторский лицей номер 101 в микрорайоне Репина готов к образовательному процессу. 13 января около 800 учеников сели за парты современного и просторного учебного заведения. Перед тем, как приступить к занятиям, состоялась церемония посвящения в лицеисты. Сначала прозвучал гимн Российской Федерации, затем всем детям вручили шеврон со школьной символикой. Шоу-программа от танцевального коллектива украсила официальное мероприятие. В разгар торжества нам удалось поговорить с многодетной мамой Анастасией. Она поделилась впечатлениями о лицее. Сегодня пришли, конечно, в лицей, эмоции зашкаливают, все новое, красивое, современное. Все сделано для комфорта и для безопасности наших детей. Все, в принципе, очень устраивает. Мы являемся многодетной семьей, двое деток уже учатся в лицее, а с младшим мы ждем открытия образовательного учреждения, сад, школа. Что же понравилось детям? Семилетняя Аделина, дочка Анастасии, рассказала о том, что ей пришлось по вкусу больше всего. Мне понравилась парта, что они низкие. И мне понравилась еда в столовой. Что больше всего? Что вкуснее всего, казалось тебе? Кречка. Пока лицей строился, дети из микрорайона Репина Искра учились в 28-й и 56-й школах. Ездить было недалеко, но не совсем удобно. Открытие лицея «Гиганты» жизненно важное для ребят и для преподавателей. Учреждение рассчитано на 1100 учеников. Потому что в данном микрорайоне проживает, если я не ошибаюсь, более 35 тысяч жителей. И, конечно, мы понимаем, что дети должны где-то обучаться. И с сегодняшнего дня в школе начинаются учебные занятия. К слову, преподавательский состав давно укомплектован. Губернаторский лицей номер 101 многопрофильный. В нем есть чем заняться и спортсменом, и музыкантом, и математиком. Бассейн, медиа-центр и типография не дадут заскучать подрастающему поколению. Библиотека заслуживает особого внимания. Богатый книжный фонд соседствует с интерактивными досками и компьютерной техникой. Уже составлено и утверждено расписание занятий на второй полугодии. Виктория Чурков, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. В рамках национального проекта здравоохранения, а также для реализации региональной программы борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для регионального сосудистого центра областной больницы закупили новое УЗИ оборудование. О его преимуществах расскажет моя коллега Рината Алиулова. Один стационарный, другой мобильный. Парк оборудования ультразвуковой диагностики Ульяновской областной больницы пополнился двумя американскими аппаратами экспертного класса. Стоимостью около 18 миллионов рублей. Портативные и стационарные аппараты предназначены для исследования сердечно-сосудистой системы, пациентам отделения острого нарушения мозгового кровообращения и для пациентов острого инфаркта миокарда. Портативный аппарат предназначен для пациентов реанимационных отделений и тяжелых нетранспортабельных пациентов в палатах. На оборудовании можно исследовать состояние главной человеческой мышцы, артерии, вены, проводить транскриональное обследование. При помощи ультразвуковых датчиков измеряется скорость кровотока по всем сосудам шеи и головы. В отличие от своих предшественников, эти аппараты быстрее, результативнее, качественнее, имеют больше функций и дают четкую картинку, что важно для врача-клинициста. Срок службы у них от 7 до 10 лет. Оборудование используется суточно и в дневное, и в дежурное ночное время. Но это высокая нагрузка и потребность отделений. Идентичные УЗИ-аппараты также закупили в кардиохирургии, кардиологии, поликлинику больничного комплекса. Оснащение ведется в рамках реализации нацпроекта здравоохранения, а также региональной программы, суть которой – улучшить качество и повысить доступность медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Ульяновской области нацелены снизить смертность от таких диагнозов до 580 случаев на 100 тысяч населения. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Поэтический город – так называется еще один проект Димитровградской писательской организации «Слово», который будет реализован в этом году в рамках регионального общественного движения «За народные чтения». Первым мероприятием в череде поэтических встреч и фестивалей стал вечер трех писателей, который прошел во Дворце книги. Поэтический вечер собрал во Дворце книги любителей поэзии, поэтов и музыкантов. Всех тех, для кого девиз «Читать модно» – не пустой звук, а стиль жизни. Дело в том, что общественное движение «За народные чтения» инициировано самим губернатором. И его планы по продвижению чтения в нашей области, они настолько соответствуют нашим устремлениям. Мы уже давно проводим большую литературную работу в нашем городе и области, собственно говоря, и в районах близлежащих. И нас очень радует то, что такие глобальные планы губернатора сегодня полностью соответствуют нашим планам по духовному оздоровлению нашего общества. Спасибо, конечно, Сергею Ивановичу за то, что он уделил время для писателей, за то, что сейчас выделяются приличные средства финансирования на книгу, издание, на реализацию всех этих проектов. Общественное движение «За народные чтения» поддерживается также региональным министерством культуры и советником губернатора Николаем Горшениным. Своё творчество в этот вечер зрителям подарили два ульяновских автора – поэт и музыканты Александр Тимаков и Фёдор Горобцов. Бесспорно, ключевой фигурой поэтического вечера стал Евгений Ларин – ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей, член Союза журналистов России, почётный гражданин Димитровграда. До этого дня Евгений Степанович не выступал на публике более 15 лет. Как настоящий поэт, Ларин даже в интервью отвечает стихотворными строчками. «Поэзия, ты для меня не забава, ты сердцебиенье, души клокотанье, ты радость и сладость, и горечь от травы, дыхание моё и моё осязание». Стихи Евгения Ларина о любви, войне, дружбе не оставляют равнодушными никого. До восхищения, до слёз. Естественно, Евгений Степанович, это когда-то признают, наверное, классик, он уже живой классик, но когда-то наверняка будут писать о нём какие-то монографии, дети будут изучать в школах очень подробно, потому что это искрящийся поэт. Он пишет о том, что верит, то, что он любит, это всё, что идёт из его уст, с его стекают пальцев, это правда жизни, его правда». Стихи – это действительно рассказ о жизни. Познавая поэзию, человек растёт духовно. Именно от духовной составляющей о внедрении чтения в широкие слои населения и задумано региональное общественное движение и проекты писательской организации слова. Литературные вечера, встречи, фестивали – это лишь малый перечень того, что предстоит сделать в этом году в Димитровграде. Жителям города также предлагается принять участие в проекте «Читать модно» и снять видеоролики с чтением стихов. Таким образом, в Димитровграде будет создан литературный контент в социальных сетях. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для управды.ру из Димитровграда. В первую декаду Нового года в Ульяновск залетела «Божья коровка». С гастролей популярной российской группы с таким названием начался 2020-й для ульяновских меломанов. Ярослав Щедров выяснял, почему музыканты считают Ульяновск знаковым для себя городом и как быстро сбываются у звезд загаданные в новогоднюю ночь желания. Первым коллективом, начавшим в ульяновский концерт на гастрольный год, стала популярная группа «Божья коровка». С даем кушать, надо двигаться больше. А то, когда много кушаешь, выпиваешь, растет живот, давление поднимает. Зачем нам это? Нам надо вести здоровый образ жизни. Тем более, мы очень любим Ульяновск, поэтому с удовольствием приезжаем. У нас первый концерт группы «Божья коровка», как я помню, в 1994 году, состоялся именно здесь, в Ульяновске. И здесь было нашествие божьих коровок. Я помню, просто вот идешь по улице, они прям вообще вот трещат под ногами. Вот. Поэтому для нас ваш город – это не просто город, это знаковый город. Для основателей и садисток группы Владимира Валенко наступивший год юбилейный. Ему 55 лет. Я, когда был молодой совсем, мне было там лет 15, я думал, что человек, которому 50, это уже в силу, это уже дряхлый совершенно старик, уже ни на что не способный. Вот. А сейчас я понимаю, что жизнь только начинается. Хотя этого уже никто не помнит, но ходят слухи, что попсовая «Божья коровка» начинала как панковая. Панка это не было. Это был такой, знаете, как сказать, немножко что ли сатирический такой социальный стёб лёгкий такой. Он и сейчас присутствует в нашем концерте. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какие-то желания загаданные в новогоднюю ночь уже начали сбываться? Ну, конечно. У меня исполнилось главное желание еще когда я в пятом классе сказал, что я хочу быть известным эстрадным музыкантом. Вот оно у меня исполнилось. Это я имею в виду загаданные в эту новогоднюю ночь. А в эту новогоднюю ночь? Так, а что я загадал-то я забыл? Говорить нельзя, а то не сбудется, да? Просто скажите, сбылось что-нибудь или не сбылось уже? Пока сбывается, еще не до конца. Я надеюсь, что, как сказать, оформится скоро до конца, тогда я вам расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания.